Культ, 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 культ. 12 часов и 16 минут в Кирове. Начинается программа Культ Поход чуть позже, но все-таки начинается на традиционной волне 101.0 FM. Ведут передачу по-прежнему Светлана Дождевых и Владимир Сметанин. Да, мы сейчас будем представлять наших гостей, но напомню в двух словах о сути Культ Похода. Кроме рассказа об интересном мероприятии, об интересном событии, мы еще и занимаемся розыгрышем всевозможных призов и подарков. Книги, пригласительные билеты, так что внимательно нас слушайте, отвечайте на вопросы гостей, звоните по номеру прямого эфира 211-101, и все должно получиться. Итак, наши гости. Сегодня у нас гости из Вятского художественного музея. Это Ольга Крупина, куратор выставки, заведующая отделом научной и выставочной деятельности. И Софья Пикулева, заведующая отделом проектно-коммуникационной деятельности Вятского художественного музея. Здравствуйте. 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 Добрый день. С наступающим, наверное, можно, да, уже поздравлять. Тем более, что мы сейчас будем говорить о выставке, там событие, как раз оно накануне Нового года, да, случится, к чему приурочена эта выставка. Ну, давайте уже общаться. Итак, выставка называется «Искусство страны Советов», посвящено это все столетию образования Союза Советских Социалистических Республик. Столетие будет как раз-таки 30 декабря, да? Да, именно в преддверии этой даты, в начале декабря мы открыли выставку «Искусство страны Советов», где представили из собрания нашего музея произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства советского периода, начиная с 1922 года по конец 80-х годов. Так, уточним, с 1922-го имеется в виду 1922 года. Да, 20-й имеется в виду. Да, 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 год образования как раз СССР. Ну, смотрите, достаточно продолжительный промежуток времени. Да, Ольга, вам, наверное, как куратору было сложно выбрать работы, потому что это достаточно большой, наверное, фонд составляет. Это самый обширный фонд нашей музейной коллекции, это фонд именно советского искусства и, в первую очередь, живописи. Но, с другой стороны, было интересно отразить разные этапы развития советского искусства, начиная с периода 20-х, формирование советского искусства, появление первых уже таких советских художественных объединений, затем 30-е годы, постепенное формирование социалистического метода, соцреализма, то есть это искусство сталинской эпохи, в какой-то мере на нем тоже сделан акцент, военное искусство, искусство военного времени, картины как на военную тему более позднего времени, так и непосредственно произведения, создававшиеся художниками во время Великой Отечественной войны. То есть это был такой живой отклик на события, происходящие на фронте и в тылу. И, конечно же, искусство оттепели, а затем 70-е и 80-е годы. И суровый стиль, который тоже придают колорит выставке. Представлены только живописные работы или все-таки есть скульптура? Есть скульптура, отдельные произведения, станковой скульптуры в различных материалах. Какой скульптуры? Станковой. Давайте напомним, что означает этот термин. Это скульптура, которая предназначена не для улицы, не монументальная скульптура, а ту, которую можно увидеть в помещении. От полутора, там, двух метров до скульптуры кабинетной меньшего размера, скажем так. Той, которая создается на станке. Бюст Владимира Ильича приходит на ум, или не знаю, бюст Иосифа Виссарионовича. Это тоже в том числе, да? Да, да, да. У нас вот бюст Сергея Мироновича Кирова, например, да, конечно же. И ростовые работы есть отдельные. И небольшие произведения, в частности, например, из фарфора. Фарфоровая пластика советского периода. А также 20-е годы представлены еще и агитационным фарфором. Тоже очень интересная часть. Была такая разновидность интересная, да? С символикой советской, с образами советскими. Агитационная такая вот пластика в фарфоре. Там, рабфаковцы. Тема учиться, 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 просвещение и так далее. Как долго готовилась выставка? Когда начали работу искать это все в своих фондах? Ну, где-то, наверное, с весны началась подготовка, когда мы уже точно как бы утвердили. Там у нас происходили корректировки в планах. И мы решили, что да, мы события образования СССР отметим, покажем свою коллекцию. Мы давно не показывали 20-й век из фондов нашего музея. А это была инициатива именно ваша, сотрудников музея, именно к столетию СССР сделать? Да, 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 конечно, да, да. То есть многие, наверное, и не знают про эту дату, да? Ну, подумаешь, ну, СССР было и прошло, ну, сто лет, ну, что такого? А вы зацепились, вы решили вот... Да, нам было интересно. А с другой стороны, советский период сейчас вызывает интерес не только у старшего поколения, Я бы сказал, ностальгию. Ностальгию, да. Но и у молодёжи интерес, который не застал этот период. Для них он окутан даже какой-то, мне кажется, каким-то романтическим таким флёром, им интересным, им какие-то события, неизвестные вещи, там, праздники, парады, спортивные соревнования. Или, например, «Большой любовью» пользуется картина в свиноводческом совхозе, где главная героиня вообще... Они просто такого не видели уже, да? Да, или же, например, «У постели больной учительницы» работа нашего кировского художника Вячеслава Нелюбина. Очень популярные вещи, овеяна такой лирическим каким-то трепетом, ностальгии по добрым человеческим чувствам. Не знаю, деятельность агитбригад, пионеров, да, работа, помощь и так далее. Трудовая тема, строительство, индустриализация, то есть самые разные. То есть начиная от строек 30-х годов до покорения просторов, там, Сибири, Крайнего Севера, вот эпоху сурового стиля, и художники все это отражали. Ну и праздники, конечно же. И не только российское искусство, ну то есть искусство не только РСФСР, но и разных республик Советского Союза тоже представлен на примере нашей коллекции. Да, конечно. А как это все попадало к нам сюда? Из республики? Вообще отдел советского искусства начал формироваться в музее официально с 32-го года. В 33-м стали приобретаться произведения, фонды музея, с различных выставок в первую очередь. Потом были организации, которые в системе Министерства культуры, скажем так, таким названием, более современным, концентрировали у себя был некий фонд произведений советского искусства, как с выставок, так и работ, написанных по заказам государства, когда объявлялись темы, а потом лучшие работы, созданные художниками, приобретались государством, а из этого государственного фонда, из этого хранилища музеи могли для себя отбирать работы. Но здесь все зависело от активности сотрудников музея. У нас такие предшественники были, которые формировали искусство... Я думаю, быть пассивными в ту эпоху, когда есть распоряжение сверху, просто невозможно, наверное, было, и в любом случае нужно было этим заниматься. А, кстати, давайте вспомним о в искусствоведческом смысле картины советской эпохи. Чем они отличаются? Четкость формы, четкость линий, я не знаю. Но это же такое явление, да, ведь в искусстве советской эпохи в том числе? Ну, общий дух, наверное, если говорить, скажем так, об официальном советском искусстве, да, это, конечно же, идейная направленность, отражение современной жизни советского государства, вот, конкретность каких-то событий, ну, ориентация на реалистическое искусство. Да, все-таки был вот этот метод социалистического реализма, да, признан как основной вот его особенности. На основе критического реализма он развивался, но приобретал уже советское содержание в первую очередь. То есть мы показываем то, что есть, никаких домыслов, никакие фантазии не нужны. Нет, ну миф, советский миф как раз присутствует. Да, конечно, да, как бы сформировался тоже, можно сказать, своеобразный миф, да, вот этого радостного, яркого, счастливой жизни не только города, но и деревни. Мы рождены, чтобы сказку сделать были, вот это все. Да, да, я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, вот, и это отражалось на самом деле не только в живописи, но и в самых разных видах изобразительного искусства, в том числе и в декоративно-прикладном искусстве, потому что на выставке есть и дымковская игрушка, и произведения палеха. В советское время промыслы активно развивались, и для участия в выставках больших, крупных, в том числе на площадках, там, ВДНХ или Манежа, произведения народного искусства тоже приобретали черты такого монументализма, более крупные формы, вещи более крупных форм, нежели утилитарные бытовые для выставок художниками народного искусства создавались, чтобы привлечь к себе внимание. Даже наша дымка, вот, в экспозиции, в выставке искусства страны Советов, это крупные монументальные игрушки, крупные формы, вот, для выставочных пространств. Но они хотя бы сохранили свои формы, да, они как-то увеличились в размерах, потому что если взять тот же палех, например, он в советское время, да, от темы сказок пушкинских, да, переходит, ну, и в том числе, да, пушкинский сказок, переходит даже к каким-то, по-моему, к портретам революционеров, да, к изображению строек, к крестьянской жизни советской, к космосу, по-моему, ракет, да, такие вещи. Вот, я действительно соглашусь, что к советскому времени сейчас, ну, такой интерес, видимо, какое-то негативное, может быть, содержание ушло, или как раз вот подрастающее поколение его или не знает, и я вот ощущаю большой интерес и к советскому искусству, и к советской архитектуре. Вот, скажите, как у вас будет устроена параллельная программа к выставке? Вот, очень важный момент, есть еще дополнительная, да, программа, или параллельная? Да, к выставке разработана довольно обширная просветительская программа, и мы решили охватить, ну, практически все. То есть будут и концерты, и поэтические вечера, и лекции на разные темы. И основная, скажем так, тенденция нашей программы – это обращение к советской культуре, к советскому искусству. И сама программа запустилась буквально вчера, прошло первое мероприятие, это была лекция в рамках цикла об архитектуре. Мы говорим об этом как о чем-то далеком, непонятном. На самом деле, Светлана Дождевых еще и активно участвует в этой культурной деятельности, и вот эта лекция, которую Софья сейчас упомянула, именно она была представлена Светланой, да? Ну, давайте поподробнее поговорим. Какие отзывы были, о чем говорили, в первую очередь? Спасибо художественному музею за приглашение меня в эту программу параллельную. Я знаю, что они решили воссоздать некий такой целостный образ советской культуры, в которую включается не только живопись, скульптура, но также и музыка, и архитектура. Поэтому здесь я отвечаю за тему, которая связана с архитектурой, советской архитектурой. И в рамках параллельной программы мы запланировали три разговора, три лекции. Одна из них состоялась вчера. Да, одна из них состоялась вчера. Это вообще был первый разговор в нашем городе об архитектуре 1930-х годов. Та архитектура, которую сейчас уже смело называют ар-деко или постконструктивизм, то есть не присоединяя, не смешивая все это в сталинский неоклассицизм или сталинский ампир, а понимая, что вот в 30-е годы была какая-то совершенно уникальная, современная импортная архитектура. Давайте конкретно точки назовем на карте города, чтобы картинка возникла. Конечно, но вообще главный памятник ар-деко в нашем городе – это магазин обуви на Ленина. Он исторически, он и строился как магазин обуви и до сих пор выполняет такую функцию. Этот магазин был построен в 1938 году Евгением Громаковским, нашим главным архитектором на тот момент. Он же построил еще один пример тоже ар-деко, это самый большой жилой дом, который у нас находится на театральной площади, то есть сбоку от театра, с восточной стороны, большой жилой дом – это тоже Евгений Громаковский, и в нем также присутствуют черты ар-деко. Но на самом деле при подготовке к этому разговору я нашла, мне кажется, самый такой яркий пример ар-деко, но не в нашем городе, а в Кировской области он оказался. Это кинотеатр «Луч» в городе Советске. Да, это здание, которое было построено нашим архитектором Никитой Козловым, ну как нашим, он к нам приехал из Москвы, так-то он, в общем, оттуда. Ну и его жизнь связана и с другими, да, известными тоже объектами. Ну просто большую часть жизни он прожил здесь и является практически застройщиком советского Кирова в 50-е, 60-е годы. Но вот когда он только сюда приехал, его одной из самых первых работ было создание вот этого кинотеатра в городе Советске в 38-м году. И вот это очень хороший, яркий такой пример ар-деко. Вот, и вчера мы на него посмотрели, как это все выглядело в проекте. И есть еще и очень много других зданий, но, может быть, на них есть какие-то элементы. Но в целом, конечно, у нас проблема заключалась в том, что у нас упрощали проекты в связи с экономической, там, какой-то, видимо, ситуацией. И просто это все выглядит не так красиво, как это должно быть. Как это задумывалось. Да, потому что ар-деко — это все-таки декоративный стиль, и там должно было быть большое количество украшений, декора, скульптур. Но вот они часто не, просто не выполнялись. Как публика восприняла вчерашнюю беседу? Поделитесь им их печать. Живой был, вот, Клик, очень интересно. В диалог со Светланой вступали наши слушатели. И вообще новизна материала потрясающая. И это нужно, на самом деле, не только слушать, но и видеть. Потому что впервые в публичное пространство были введены целый ряд архитектурных эскизов, которые представляют знакомые нам здания в их первоначальной задумке. И на самом деле это должны были быть потрясающей красоты и чистоты стиля, который реализовался у нас не в полную силу. Но все равно было очень интересно это вчера слышать. И надеюсь, что следующие темы, они заявлены тоже как очень интересные, которые еще в истории архитектуры советской в нашей области не разработаны. В этом плане, конечно же, Светлана Михайловна первопроходится во многом. Хотя творчество этих архитекторов, оно, естественно, было представлено в книгах, в публикациях. Но вот вчера, например, многие из них предстали для слушателей с новой стороны. И вообще вот региональный компонент и в самой выставке, и в параллельной программе он у нас представлен. То есть в рамках искусства советского периода, творчества кировских художников, архитекторов, скульпторов, декоративно-прикладного и народного искусства. Но я думаю, что и в музыкальной, и в поэтической программе тоже этот региональный компонент будет. Важно напомнить, мы должны это сделать, что все мероприятия в рамках параллельной программы имеют возрастное ограничение 6+. А возрастное ограничение непосредственно выставки искусства стороны Советов, приуроченной к столетию образования СССР, 0+. Все верно, да? 0+. Так, дальше. Чего ожидать от Светланы Дождевых в качестве лектора в рамках этого проекта? Если только во мне говорить, то ожидается еще две... Но уже в следующем году, да? Да, уже в следующем году, в 23-м году, 19 января в 6 часов вечера приглашаю на разговор об архитектуре советского модернизма. Это архитектура, которая создавалась с 1955 года по 80-й. Тоже довольно-таки большой пласт в нашем городе, практически, не знаю, наверное, процентов 80 всей архитектуры. Это именно этот период, поэтому разговор о нем очень важен. И абсолютно новая тема. Здесь спасибо Софье, которая является, ну так, идейно подтолкнула меня к этому. И я действительно подумала, что это абсолютно новая какая-то интересная тема. Это квартирный вопрос. Как менялся квартирный вопрос в советское время? То есть обеспеченность жильем, да? Нет, скорее, как менялось отношение, чисто та же идеологическая, к тому, как должен жить советский гражданин. И как реально выглядело это. Да, и как это выглядело. То есть создавались ведь концепции не только города, не только архитектуры, но создавались концепции жилища. То есть как должен жить советский человек, чтобы прийти к коммунизму, прийти к этому коллективизму. И началось ведь с абсолютно утопичных идей домов коммун, когда все должны жить вместе, мальчики вместе, там, мальчики отдельно, девочки отдельно, с одной комнатой для встреч, с единой кухней, с детским, с единым детским садом на первом этаже. То есть все должно быть абсолютно общим, да? И вот первые несколько лет 20-х годов это реализовывалось, в том числе, скажу, в нашем городе. То есть у нас был дом коммуна, да? Да, и вот как этот эксперимент, собственно, удался, об этом будем говорить. Конечно, потом это сталинки, это коммуналки, да, это вообще особое такое явление, да, советской культуры, и хрущевка. Можно задам, может, нелепый вопрос, но, по-моему, где-то я читал, что якобы в хрущевках буквально до миллиметра были выверены размеры санузлов, кухни и так далее. Совершенно верно. Прямо, чтобы человеку было удобно, не знаю, принять душ здесь. Все верно. Справить свои естественные потребности, да, пообедать. Действительно так? Действительно так, да. Брался стандартный человек, и по стандартному человеку рассчитывалось, насколько вот он может везде развернуться. То есть может ли он, вот, и это все уменьшалось именно до таких размеров, чтобы вот, да, вот все вот. Это концепция еще функционалистов, Ле Корбюзье, который первым рассчитывал по размерам даже самолетов, он говорил о том, что жилище – это машина для жилья. То есть смысл этой фразы заключается в том, что нужно квартиры строить такими же, как мы проектируем машины, то есть в которых вот все рассчитано, ничего лишнего нет. Максимум функциональности, да, ничего бесполезного. Все должно быть, работает, все должно служить советскому человеку. Появились на Ле Корбюзье мемы, которые там показывали, как женщина стоит, и у нее просто, да, там, все под руками, и просто комната состоит из одной, там, такой маленькой комнатушки. И хрущевки – это тоже, это выкупленная технология во Франции, да, отцом наших коммуналок является родственник Ильи Логутенко. Да ладно? Да, и он, ну, просто реализовывал уже вот эту купленную французскую технологию у нас здесь в Советском Союзе, увеличив французскую технологию, по которой было всего четыре этажа, потому что считалось, что человек может подняться только на четвертый этаж пешком. Он увеличил до пятого этажа, потому что, ну, советский гражданин готов подниматься на пятый этаж. Вот об этом будем разговаривать. Очень интересно, очень любопытно, да. Эти, вот эти лекции мы запланировали. Лекция о квартирном вопросе пройдет в феврале, 9 февраля. Но, зная, что это еще не все, Софья, да, подготовила очень такую большую программу. Да, у нас есть еще несколько минут перед тем, как мы перейдем к розыгрышу наших заготовленных призов. Так, Софья, пожалуйста. Кроме того, что слушатели узнают об архитектуре, мы также запланировали концерт. Концерт пройдет 8 января. Это будет концерт Вятского оркестра русских народных инструментов и прозвучат произведения советских композиторов 30-70-х годов. То есть мы не только на выставке погружаемся вот в эту атмосферу, но и сможем сделать это на концерте. Русских народных инструментов? Да, то есть все это будет довольно интересно звучать. Я понимаю, потому что вот эта эпоха как-то уже с русскими народными инструментами, наверное, не очень-то ассоциируется, да? Вот поэтому нужно обязательно прийти и послушать интерпретацию. Музыка и вот музыкальные переложения известных песен советских, они в исполнении оркестра народных инструментов звучат вполне себе аутентично. Я понимаю. А известно уже, какие советские произведения там можно будет услышать произведения советской эпохи? А ну-ка песню, веселые. Конечно, Дунаевский. Кирилл Молчанов будет. Макроусов, наверное. Ну вот песни 50-х, 60-х. Такие уже лирические. Вот то, что обычно звучало в кинофильмах советских. Начиная там от кубанских казаков. Ну и, конечно, еще фильмы Александрова и так далее. То есть Александр Николаевич Чубаров готовит для нас программу. Специально для концерта в рамках этой выставки. Что-то петь потянуло там, прям заинтересовало, конечно, да. Программа насыщена. Ну, еще раз напомним, что сами, вернее, даты проведения самой выставки, это со 2 декабря по? 12 февраля. 12 февраля. Очень бы хотелось услышать отзывы первых посетителей. Они приходят, видят это все. Расскажите, пожалуйста, какие эмоции? Ну, надеюсь, что в основном положительные. То есть то, что мы слышали... Но все равно люди в возрасте приходят или разновозрастные? Разные, разные, разные. И разных поколений. Кто-то идет, вот те, кто постарше, кто знают нашу коллекцию советского искусства, идут, чтобы увидеть знакомые, любимые работы. У нас есть, скажем так, вот такие любимцы у публики, как, например, герасимовская сирень. Вот, то есть такие классики советского искусства, искусства соцреализма, герасимов, налбандян, ефанов, они у нас представлены, скажем так, своей неофициальной линией, натюрмортами очень оптимистичными, светлыми, жизнерадостными. Вот там цветы у налбандяна или та же самая сирень у герасимова, которую он несколько раз повторял. Ну и молодежь с большим интересом приходит у нас экскурсии, у нас кураторские экскурсии проходят, и арт-паузы. Что такое арт-пауза? Я вижу, что 24 декабря в 15.00 по обычному билету на выставку можно попасть на арт-паузу, наверное, к вам, да, Ольга? Что такое арт-пауза? Чем отличается от экскурсии? У нас минутка еще есть для того, чтобы до основной части разговора завершить. Кураторские экскурсии веду я, а арт-паузы проводят и мои коллеги тоже. Отличается от полноценной экскурсии тем, что экскурсовод уделяет внимание какой-то отдельной части экспозиции или какой-то теме, или представленности какого-то вида искусства на выставке. То есть чаще всего тематической отличием, сосредоточенностью на какой-то одной части экспозиции. Ну и по времени это покороче. Да, и можно попасть на такую арт-паузу. Повторюсь, 24 декабря в 15.00. Есть ли ограничения возрастные у такой арт-паузы? Нет, 0+. Я напоминаю, что мы говорим о выставке искусства страны Советов, выставках к столетию образования Советского Союза. Работает она в Вятском художественном музее. Прямо сейчас, вот сегодня, в выходные, в ближайшие дни, в ближайшие недели можете сходить и посмотреть. И говорим мы сегодня об этом с Ольгой Крупиной и Софьей Пикулевой. Теоретическая часть у нас, так скажем, завершается. На этом скоро начнется часть практическая с розыгрышем непосредственно наших призов. Начинаем ее прямо сейчас, кстати. 211-101, номер нашего прямого эфира. У Светланы традиционно перед собой список призов, которые сейчас озвучим. Да, список большой. Итак, что мы сегодня разыгрываем? Пригласительные билеты в кинотеатр «Дружба» на любой фильм и сеанс. Пригласительные билеты в галерею «Прогресса». Это фотовыставка проекта «Первозданная Россия» 6+, фотовыставка к 65-летию городского фотоклуба «Диана». Также ограничение 6+. Галерея «Прогресса» приглашает всех на арт-маркет, который состоится завтра и послезавтра. Ограничение арт-маркета 0+. Мы разыгрываем книги от магазина «Читай город». Иван Путилин «Среди грабителей и убийц. Воспоминания начальника сыскной полиции» 18+, ограничения. Евгений Водолазкин-Чагин 16+, «Мандарины не главное. Это рассказы известных писателей к Новому году и Рождеству» 16+, Вирджиния Морис «Забота о родителях. Энциклопедия ухода за пожилыми людьми. Ограничение 16+. Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53, а также по адресу Волкова 6А. У нас есть подарки от наших гостей. Это пригласительные на выставку. О которой мы говорим сегодня. О которой мы говорим, да. Искусство страны советов, ограничение 0+. И также подарок от художественного музея. Это календарь. Фирменный календарь с дымковской игрушкой. Какой-то специально разработанный для предстоящего, видимо, какого-то нового проекта. Ну, не будем раскрывать. Нет, почему? Можно немножко раскрыть? Да, это проект «Дымковская игрушка. Наследие Вятки». Он реализуется вместе с народным художественным промыслом «Дымковская игрушка». Стартовал проект 1 октября. И идти он будет до конца июля. В рамках этого проекта в мае пройдет большая просветительская программа о креативных индустриях, народном искусстве и декоративно-прикладном искусстве. Также откроются 4 выставки. И в рамках этого проекта у нас подготовлены календари и другая сувенирная продукция. А «Дымковская игрушка» там из коллекции нашего музея. А, ну, понятное дело, да. Давайте будем озадачивать наших слушателей вопросами. 211-101. Дозванивайтесь, если знаете правильный ответ. Да, даже если и не знаете, все равно звоните. Мы постараемся вам подсказать. Первый вопрос, видимо, от Софьи у нас. Да. Итак, на выставке представлены произведения двух известных кировских скульпторов, авторов памятника Ленина на театральной площади. Назовите этих скульпторов. Ага, их двое. Да, их двое. Это был симбиоз, совместная работа. Тогда сформулируем еще раз. Ну, так, может быть, да. Кто является автором памятника Ленина, да, на театральной площади? Вот так. Что за скульпторы и их имена? 211-101. Номер нашего прямого эфира нам уже подсказывает, что можно общаться со слушателем. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр. Кто является автором памятника Ленина на театральной площади? Александр. Кошкин. 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 Это один и второй. Правильный ответ туда? Автор. По-моему, его супруга Козненьшина. Супруга? Соответственно, Кошкина? Нет. Нет. Коллега. Пять секунд еще, Александр. Пять секунд еще. Нет, нет. Очень тоже известная фамилия. Целая династия. Первую буковку. Первую буковку? Ш. Ша. Ша. Шпак. Да. Во, точно. Все, точно. Даже у меня как-то уже начало в голове крутиться, да, что-то в этом направлении. Известная фамилия. Да. Кинофамилия, я бы сказал, да? Александр, поздравляем. Добились все-таки правильного ответа. Кошкин. Шпак. И что вы хотите получить? Ковендарь. Календарь. Отлично. Как вы представили, Софья, видите, сразу вас... Не кладите, пожалуйста, трубку, передаем вас нашему редактору, она все объяснит, как календарь этот получить. Ну и второй вопрос следом. У нас уже 4 минуты остается до завершения культпохода, поэтому чуть поторопимся. Назовите первую гостиницу, построенную в Кирове в советский период. Может, с датой строительства, может быть... В 1937 году. В 1937 году. Самая большая гостиница, да, которая появилась после уже переименования города для работников... Для работников, в общем, да. Ну, для... 211-101, звонок уже есть. Мы приветствуем вас в нашем эфире. Как вас зовут? Константин. Константин. Очень рады вас слышать, наш постоянный слушатель. Не составит труда, я уверен, ответить правильно. Не знаю, но, по-моему, это центральная гостиница. Конечно, да, центральная гостиница, переименованная в этом году в гостиницу «Чаруши». Поздравляем. Будете определяться сейчас с призом или редактору вас передать? Ну, воспоминания начальника сыскного отделения, если можно. А, среди грабителей и убийц. Воспоминания начальника сыскной полиции, автора Иван Путилин, 18+. Все, договорились, отлично. Константин, книга ваша, не кладите трубку, нашему редактору вас все-таки передаем. И еще один вопрос, да, заготовлен у наших гостей. Есть у нас еще три минуты. Ольга будет задавать. Ольга Крупина будет задавать. Назовите... Давайте что-нибудь посложнее, тут как-то сразу в отличие отвечают. У нас 33 минуты. Мы все-таки хотели не с выставкой, а чтобы люди могли видеть это в публичном, в общественном пространстве. Да, то, что знакомо визуально. Назовите известные вам монументальные панно, украшающие город Киров. То есть не одно панно? Их много. Хотя бы одно. Нет веры. Хотя бы одно. Мне кажется, нет веры просто в наших кировчан. Да, если вы назовете два, три или даже больше, а кто-то даже с авторами. Я настаивала, чтобы спросили, кто автор панно, но вот решили... Это могут быть мозаики или росписи. Для знатоков. Ну да. Вот сейчас начинаешь представлять себе, как выглядит город и вспоминаешь... Уже есть у нас. Вспоминаются конкретные объекты. Звонок? Да, Светлана, принимайте. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Ольга, здравствуйте. Замечали ли когда-то на улицах нашего города какие-то панно монументальные, мозаичные или скульптурные рельефы? На ДК «Космосе» панно монумозаичное. Есть? Да. ДК «Космос» отвечает у нас. ДК «Космос» отвечает. Мы просто подсказываем нашим гостям. Это правильный ответ? Ну, хотя бы ДК «Космос». Или это все-таки уже более новая постройка? Нет, это в советского времени тоже. А, в советского времени. Да. Так, давайте, Ольга, дальше. Еще что-нибудь? Бассейн «Спартак». Бассейн «Спартак». Да, который, к сожалению, сейчас вот это... Да, перескроет, да. Закрыто с сайдингом. Гостиница «Ляка». Гостиница «Ляка». Гостиница «Ляка». Гостиница «Ляка». Аэропорт. Вот. «Аврора» на «Солнечной 31». Угу. Ольга, вы прямо готовились. Прямо ждали этот вопрос, видимо. Вы даже, мне кажется, все-таки авторов... Вспоминаете ли это? Да, давайте мы назовем авторов наших известных, кто создавал эти... Ну, это я могу просто тут назвать, да, чтобы... Ильяс Юмогулов, один из ведущих, да, у нас монументалистов. Монументалистов. Ильяс Юмогулов, Галина Юмогулова, Виктор Георгиевич Харлов. И есть внутренняя роспись у Инны Алексеевны Широковой в здании ГТРК «Авятка», которые сохранили эту роспись во время ремонта. Ольга, вы поразили нас своими знаниями. Что хотите получить в качестве... Художественный музей. Художественный музей. Все, хорошо, замечательно. Еще, пожалуйста, 20 секунд, 30 секунд потратите времени, пообщайтесь с нашим редактором. Не кладите, пожалуйста, трубку. Минута у нас остается. Давайте подытожим. Да, и вот еще хотелось бы добавить про параллельную программу в связи с монументальными росписями. Эта тема тоже исследуется современными знатоками, теми, кто любит и изучает наш город. Эта тема вообще забыта уже сейчас. И мы надеемся. У нас есть исследователь монументального искусства в нашем городе и в нашей области Мария Русинова. И мы надеемся, что она даст согласие и тоже проведет творческую встречу и представит собранные и изученные ею памятники монументального искусства. А встречи еще какие-то, возможно, запланированы? Непосредственно с авторами работ нет? Или это уже такая задача сложная достаточно? У вас же приезжают гости. Расскажите им. Расскажите. 30 секунд у нас еще и есть. Это уже в рамках другой выставки. Это у нас на следующей неделе будет открытие новой выставки тоже, где на открытие этой выставки приедут ее авторы, московские художники. Это такая творческая группа и выставка называется «Купе». Художники, которые начинали свой путь еще вот в 80-е годы, они застали советское искусство. Ну а сейчас это уже современные авторы, очень интересные. Ну что ж, еще раз всех приглашаем посетить выставку искусства страны Советов к столетию образования Советского Союза в Вятском художественном музее. Возрастное ограничение 0+, возрастное ограничение мероприятий в рамках параллельной программы 6+. Светлана сегодня подробно рассказала о своей работе в рамках этого проекта. Благодарим наших гостей. Еще раз напоминаем, что это Ольга Крупина, куратор выставки, заведующая отделом научной и выставочной деятельности Вятского художественного музея, и Софья Пикулева, заведелом проектно-коммуникативной деятельности нашего музея. Спасибо, удачи. Вам большое спасибо. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok